I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. В жизни порой случается так, что именно обаяние является мощнейшим локомотивом в карьерном росте. А как же талант, спросите вы? Ну, безусловно, конечно, талант имеет огромное значение, но все-таки, на мой субъективный взгляд, именно фантастическое обаяние помогает в полной мере раскрыться человеку в его профессии. Как и в случае с нашей сегодняшней героиней, которую по праву называют самой обаятельной актрисой Голливуда. Она известна, она успешна, она богата. В ее послужном списке три золотых глобуса. Ее по праву называют разрушительницей мужских сердец, потому что она заводит романы практически со всеми партнерами на съемочной площадке. Она много занимается благотворительностью. У нее три дома, у нее шесть собак и семь лошадей. А еще в свободное от работы время она вяжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 28 октября она отметила свой полувековой юбилей. Вообще, если честно, конечно, по паспорту она не Джулия Робертс, а Джулия. Дело в том, что имя ей пришлось поменять, когда она вступила в киногильдию Соединенных Штатов Америки, узнав при этом, что актриса с именем Джулия Робертс уже существует. Джулия родилась в многодетной американской семье у родителей с очень разносторонними и контрастными интересами. К примеру, мама Джулии, которая работала секретарем в церковном приходе, играла в театре. А папа, продававший водяные матрасы и пылесосы, одновременно актерствовал и писал книги. Также родители в свободное от работы время успевали преподавать в любительской актерской школе. Дети, а их в семье родилось трое, свои нежные годы провели, помогая в магазинчике, принадлежащем семье, который назывался «Актер и писатель». С молодых ногтей Эрик, Лиза и младшенькой Джули, растущие в богемной атмосфере, оказались заражены мечтой об актерстве. Пока взрослые разыгрывали шекспировские пьесы на свежем воздухе, маленькая Джули обычно сидела пооды в прогулочной коляске и по-своему развлекала публику. Стоит сказать, что отец семейства, прежде всего, большой актерский потенциал видел в своем сыне Эрике. А вот Джулию почему-то он считал совершенно бесталанной и бесперспективной. К тому же и внешне она была не сильно привлекательна. Большой рот, огромные зубы, шаркающая походка. В общем, не модель. И это, конечно, ее задевало. Омрачало настроение то, что родители не всегда ладили между собой. Причина – постоянные безденежья и религиозные споры. Отец-баптист, мать-католичка. Когда младшей Джулией было всего 4 года, мать с отцом развелись. Если бы в тот момент мать Джулии знала, чем это все дело закончится в будущем, она наверняка бы остановилась. Однако дамой она была импульсивной, поэтому уже на следующий год снова вышла замуж. Избранником женщины оказался театральный критик Молтс, которому она позже, в 1976 году, родила дочь Нэнси. В таком составе Робертсы прожили 11 лет. Только после этого мать узнала, каким адом стало для детей ее замужество. О том, что в это время происходило в их доме, став знаменитым, через несколько лет рассказал брат Джулии – Эрик Робертс. Она его за это осудила и затаила на него обиду. Молтс был садистом и сексуальным извращенцем. Он регулярно избивал детей и даже неоднократно пытался применить по отношению к ним сексуальное насилие. Сам Эрик чудом спасся от этого. Но вот что пришлось пережить девочкам, по сей день – тайна за семью печатями. Все раскрылось, когда однажды Эрик, по его воспоминаниям, прибежал в комнату девочек, услышав их крики, и увидел там абсолютно голого отчима. Мальчик закричал, тем самым спугнув насильника. А вечером дети обо всем рассказали матери. Ад, однако, на этом не закончился. Мать настолько боялась мужа и его расправы, что уговорила детей никому ничего не говорить. Их спас случай. Однажды соседи заметили, как Молтс привел в дом малолетний геев, и тут же вызвали полицию. Его поймали с поличным, и он оказался за решеткой. Но та психологическая травма, которую получили дети, увидев все происходящее в их доме, они запомнили на всю жизнь. Тем не менее, надо было продолжать жить, и дети продолжили. Эрик уехал за счастьем в Голливуд, где вскоре добился успеха. А Джулия училась в школе, параллельно занимаясь музыкой и подрабатывая официанткой в кафе. Поначалу артистическая натура будущей суперзвезды ничем себя не проявляла. Джулия училась готовить, играть на кларнете, вязать и вышивать, возилась с животными, по 10 раз смотрела фильмы с популярным тогда Гэри Грантом и слушала своих любимых Битлз. Вообще, нужно сказать, что будущая суперзвезда становиться актрисой вовсе не собиралась. Она всегда разрывалась между двумя профессиями, между ветеринаром и журналистом, и даже поступила на журналистский факультет в штате Атланта. Правда, проучилась там всего лишь год, и после этого уехала в Нью-Йорк. Ее старшая сестра Лиза уже сделала попытку покорения культурной столицы и работала актрисой. Брат Эрик, которому тогда уже исполнилось 30 лет, продвинулся еще дальше. В 1985 году за роль в фильме Андрона Кончаловского «Пояс беглец» он даже был номинирован на «Оскар». Но мир кино не сильно торопился открыть все двери будущей красотки. Устроившись на курсы актерского мастерства, она недолго проучилась. Ее отчислили за неуспеваемость и, как тогда оказалось, неисправимый южный акцент. Пришлось пойти в модельный бизнес, но и там она успеха не сыскала. Пришлось обратиться за помощью к логопеду. И надо сказать вовремя, потому что в этот момент старший брат Эрик подставил ей свое братское плечо и пригласил вместе с ним участвовать в съемках в картине «Кроваво-красное». Картина в прокате провалилась, но не это главное. Главное начало было положено. Режиссеры заметили рыжеволосую смешливую девчонку с очень яркой улыбкой, в буквальном смысле до ушей, и начали приглашать ее в картины. Приехав в Голливуд в 87-м, уже в 1989-м она получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Стальные магнолии». Критикам и зрителям стало ясно – на небосклон восходит новая звезда с улыбкой на миллион долларов. И ведь именно она, фирменная улыбка Джулии Робертс, помогла ей добиться ошеломительного успеха. Тогда, покоренный ее улыбкой, в 1989 году режиссер Генри Маршалл отстоял ее кандидатуру на участие в картине «3 тысячи долларов». Это был очень грустный сценарий о том, как миллионер снимает проститутку, чтобы провести с ней несколько дней. Название фильма дала ему сумма, которую главный герой в финале заплатил героине, проститутке и наркоманке, выбросив ее из своей шикарной машины. Да-да, именно так должен был выглядеть фильм, который мы все знаем по всепобеждающим названиям «Красотка». А ведь все изменила улыбка Джулии. Взяв ее на роль, Маршалл в итоге изменил сценарий, выкинув из него все мрачные сцены, закономерно посчитав, что если уж в главной роли Джулия, то и финал должен быть совершенно другим. И угадал. То, что получилось, зритель обожает до сих пор и может смотреть до бесконечности. А ведь красотки Робертс в этом фильме могло и не быть. Изначально Маршалл планировал сразу три кандидатуры. Мэг Райан, Мэри Стинберген и Дайн Лейн. Последняя, кстати, была утверждена уже на роль. Для нее даже начали шить костюмы, но из-за занятости в других проектах Лейн пришлось отказаться от участия. И снова начались кастинги, начались переговоры. Отпали потом по самым разным причинам Мишель Пфайфер, Дэрил Ханн, Ким Бессенджер, Мелани Гриффит, Шерн Стоун. В итоге, путем каких-то неведомых случайностей, роль Вивиан до 108-го известной 21-летней Джулии Робертс. Ну а Джулия после выхода этой картины на экраны проснулась, что называется, знаменитой. И влюбила в себя буквально всю Америку. Режиссеры ее начали просто раздирать на части. Гонорары ее выросли до миллионных. А уже к 1991 году Джулия Робертс стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Она получала 7 миллионов за фильм. За ней окончательно закрепился статус суперзвезды. Она купила дом в Лос-Анджелесе, в котором, кстати, почти не бывала из-за постоянных разъездов. Мать жаловалась, что невозможно зайти с ней в магазин. Все узнают, просят автограф, пристают. И не мудрено, ведь Джулия постоянно появлялась на обложках глянцевых журналов. А ее знаменитая сияющая улыбка делала их еще более глянцевыми. Женщины начинают копировать ее прическу. Ее называют новой Одри Хепберн, которая сама, находясь почти уже на смертном одре, успела благословить молодую приемницу. В середине 90-х годов газета «Лос-Анджелес Таймс» в своих статьях дошла до следующего восхваления, что, дескать, в мире существует только две актрисы. Это Джулия Робертс и Барбара Стрейзенд, участие которых в фильмах способны привлечь внимание многомиллионной аудитории. Но, как мы с вами знаем, у славы есть и другая сторона медали. Джулия навсегда стала героиней скандальных статей. Она стала жертвой папарацци и назойливых поклонников. С приходом популярности бесповоротно испортилось ее отношение с братом. Эрик, который в детстве покупал ежевачки, вытирал слезы, когда ее обижали мальчишки и однажды даже спас от насильника отчима, полностью от нее отвернулся. А через несколько лет брат с сестрой навсегда разорвали отношения. Причина? По мнению большинства, Эрик просто не смог простить бешеного успеха сестре. Но, на мой взгляд, эта причина весьма банальная. Настоящая причина известна, пожалуй, лишь только им обоим. Я лишь только хочу отметить, что отношения у Джулии Робертс не заладились и с ее сестрой, которая родилась от отчима. Еще с младенчества они друг друга просто не взлюбили. Нэнси всю жизнь упрекала сестру в бездействии и нежелании помочь ей стать актрисой. В конце концов, не состоявшись в актерском ремесле, Нэнси присела на наркотики, а три года назад ее не стало. Кто знает, быть может, Джулия Робертс просто не захотела для неуверенной в собственных силах Нэнси участи невостребованной актрисы. Так или иначе, но именно Джулия уговорила Нэнси сделать резекцию желудка, чтобы та избавилась от серьезной проблемы с весом и, наконец, пыталась устроить ее в реабилитационную клинику, когда у Нэнси развилась зависимость от болеутоляющих и антидепрессантов. Но та в последний момент отказалась. Можно, конечно, осудить Джулию за то, что она пыталась ограничить в последние полгода общение своей старенькой мамой с сестрой. Мать лежала в больнице, у нее был страшный диагноз – онкология. А Джулия пыталась всячески оградить мать от переживаний за свою непутевую дочь. Препятствия в общении с матерью стали последней каплей в жизни Нэнси. Она этого просто не выдержала и покончила жить самоубийством. После этого, конечно, Джулия Робертс никогда и никому не рассказывает о своей сестре. И максимальное количество времени старается проводить с матерью. Но все же вернемся к нашей героине, а точнее к ее карьере. Мировой триумф мелодраме «Красотка» сделал ее звездой первой величины. Самые привлекательные мужчины Голливуда просто обалдевали о Джулии. Милой и задорной хохотушке. А ей, тогда еще ни в чем не искушенной, очень льстило их внимание. На нее вдруг свалились огромные деньги, и она тратила их безоглядно и глупо. Не раздумывая, принимала подряд все предложения, которые поступали от продюсеров. Не выбирала сценарий, хваталась абсолютно за любую роль. Так же и с мужчинами. Любой, кто уделял ей маломальское внимание, моментально становился ее любовником. За каких-то 3-4 года она превратилась в самую обсуждаемую скандальную девушку Америки. Критики считали, что поторопились провозгласить ее звездой. В последующих картинах Джулия Робертс показала себя весьма заурядной актрисой. Она без устали снималась во всякой чепухе. И везде одинаковая. Улыбка до ушей, растрепанные волосы, деревенские платья в цветочек. Бульварная пресса добавляла масла в огонь. Они дотошно раскапывали самые неприглядные подробности интимных похождений молодой звезды, дав Джулии при этом сомнительное прозвище «горячие трусы». Помолвка с Диланом Макдермотом. А до этого головокружительный роман с Лаем Нисоном. Это еще до красотки. А в красотке, естественно, роман с Ричардом Гиром. Как же по-другому? Из огня скоротечного романа с красавцем Гиром Джулия тут же бросилась в другой. Встретив на съемках своего следующего фильма «Коматузники» Кифера Сазерленда, сына знаменитого Дональда Сазерленда. Дело шло к свадьбе. Приготовления шли полным ходом. Был заказан шикарный свадебный пир на 600 гостей. Однако жених незадолго до свадьбы умудрился вляпаться в скандал. Папарацци застукали его связь с какой-то неизвестной танцовщицей. Джулия была в бешенстве. И она тут же отомстила изменнику с его лучшим другом Джейсоном Патриком, укатив с тем в Ирландию за три дня до свадьбы. Затем Джулия окунулась в череду быстротечных и ни к чему не обязывающих романов. И Голливуд тут же вывел формулу. Джулия – новый партнер на съемочной площадке, новая любовь, соответственно, новая помолвка. Джордж Клуни, Мэтью Перри, Дэниел Дэль Юис, Кэмпбелл Скотт, Итан Хоук, Джон Малкович, Айден Куин, Шон Пен. Добавьте еще к этому списку личного тренера. Паскуале «Монакию». Исключением из романтических правил стал, пожалуй, только Хью Грант, с которым Джулия хоть и снялась в успешном кассовом Ноттинг-Хилле, но так и не сблизилась. Зато с Ричардом Гиром во время съемок картины «Сбежавшая невеста» она снова вступила в интимную связь. Она очень сильно переживала, она была в депрессии, потому что Гир после съемок этой картины не отвечал на ее звонки. Она окуналась в любовь с головой, искала мужчину, который действительно был бы ей нужен. Надо сказать, что бурная личная жизнь плохо влияла на актерскую репутацию Джулии. Она превратилась в капризную стерву, с которой неохотно работали продюсеры и режиссеры. Так на картине «Капитан Крюк» сам Севен Спилберг чуть было не снял ее с роли за многочисленные опоздания, плохую игру, истерики и скандалы с обслуживающим персоналом. Джулия давила из себя звезду по всем правилам, при этом вызывая у окружающих лишь досадное раздражение. Мел Гибсон, снимавшийся с ней в картине «Теория заговора», поставил Джулии ультиматум. Либо она прекращает срывать съемки постоянными опозданиями и скандалами с костюмерами, либо он компенсирует режиссеру выплаченный Робертс-гонорар и потребует нанять другую актрису. Однажды он попросту не вышел на съемочную площадку, заявив «Пока эта девочка не закроет свой рот на замок на весь период съемок, то есть на 4 недели и 3 дня, и в письменном виде не даст лично мне обещание вести себя пристойно, скрепив это подписью, я лично работать не буду». Все эти подробности, конечно, только разжигали любопытство и интерес к персоне Джулии Робертс. Они охотились буквально за ней на каждом углу, они просто не давали ей прохода. Она плакала, запиралась в доме, пытаясь избавиться от преследований. Но главная опасность была не в них. Настоящим риском для карьеры было исчезновение ее с экранов. Все чаще в отношении нее стало звучать слово «закат». В феврале 93-го года журнал «Пипл» патетически вопрошал. Джулия Робертс – самая знаменитая из звезд, покинувшая голливудские ряды. Ее ли это ошибка или ошибка всей звездной системы? А ей тогда было всего 25 лет. Выход из кризиса начался медленно и незаметно. В июне 1993-го года Джулия Робертс, как девчонка, влюбилась в известного американского кантри-музыканта Лайла Лаветта. И все, конечно, были поражены. Как самая высокооплачиваемая актриса в мире может влюбиться в столь несимпатичного человека? Да и сама Робертс говорила, что он был чуть-чуть красивее швабры. Злоязыки говорили, что Лаветт с самого начала был ей не пара. Даже внешне. Всколокоченный, изрядно помятый. Он был старше Джулии на 10 лет, но ее 25 воспринимались тогда скорее как около 20, а вот его 35 как под 40 с хвостиком. Тем не менее, супруги в один голос ствердили, что это настоящая любовь и что начинается самое счастливое время в их жизни. Впрочем, на следующий день после свадьбы Джулия вылетела в Вашингтон заканчивать съемки, а Лаветт отправился в концертное турне. В дальнейшем их жизнь можно было бы назвать совместной лишь условно. Лаветт всегда был в разъездах, а Джулия понемногу стала возвращаться к творческой жизни. С Лаветтом Джулия редко проводила больше недели. Жили они в разных квартирах. Она в Нью-Йорке, он в Техасе. Нормальный ритм супружеской жизни просто не сложился. И в конце концов пришел тот день, когда, оказавшись в Нью-Йорке одновременно, они остановились в разных отелях, каждый в своей компании. До двухлетия свадьбы они не дотянули. Но, несмотря на это, Джулия до сих пор очень тепло отзывается о бывшем муже и всячески превозносит его таланты. После развода Джулия с головой ушла в работу. Она уже стала не такой раздражительной. Она повзрослела. Она окрепла в творческом отношении. И это стали подмечать многочисленные кинокритики. Надо сказать, что, несмотря ни на что, любовь публики к ней не ослабевала. Она ежегодно попадала в список 100 самых красивых людей планеты в традиционной рубрике журнала People. А ее состояние в 2004 году превысило 200 миллионов долларов. Блистательная победа над прошлым. Ведь Джулия считалась когда-то самой нелепой девчонкой в школе. Она носила очки в толстой оправе, а дома за плохие оценки подвергалась наказаниям жестокого отчима. Поэтому на вопрос журналистов, не тяготит ли вас сумасшедшая популярность, она всегда отвечала, нет, нисколько. Это мой реванш. Точнее, моя личная месть всем тем ужасам, от которых я смогла избавиться только сейчас. Когда Джулия стала встречаться с актером Бенджамином Бреттом, в Голливуде заговорили, что наконец-то звезда нашла свое счастье. Но это счастье длилось недолго. Они расстались по той простой причине, что Бретт очень хотел детей. А вот Джулия, наоборот, детей не хотела. Она целиком и полностью была сосредоточена на своей карьере. После расставания с Бреттом характер Робертс испортился окончательно. Она срывалась на крик по любому поводу, устраивала серьезные истерики и доводила людей просто до бешенства. Время шло, а она по-прежнему жила одна, окруженная роскошью и пустотой. Получая рекордные по тем временам гонорары в 20 миллионов долларов за фильм, Джулия каждый вечер одна возвращалась к себе, убивая время старательным вязанием и вышиванием. На съемках картины «Мексиканец» она подружилась с оператором Дэнни Мондером. И эта дружба переросла в роман. Дэнни был абсолютно не похож на тех, кем она увлекалась раньше. Скромный парень с заурядной внешностью, в вечной мятой футболке и почему-то всегда в разных носках. Разумеется, даже в лихорадочном бреду он не мог себе вообразить, что посмеет закрутить роман с суперзвездой. Обстоятельства еще и осложнялись тем, что Дэнни был женат. «Можно я позаимствую у вас мужа?» Позвонила по телефону супруги Модера Джулия. «Да ради бога, пожалуйста, только верните его в первозданном виде», – пошутила жена. Но она и не подозревала, что Джулия Робертс как раз-таки не шутит. Когда о романе на съемочной площадке «Мексиканцы» пронюхали бульварные журналисты, новость облетела все светские издания. Каждую неделю в очередной статье описывались новые интригующие повороты развития событий. Дэнни называли паразитом, нацелившимся на крупный куш, а интерес к нему Джулии – очередным тупиковым вариантом. К тому же Вера, супруга загулявшего Дунжана, упорно не хотела отпускать мужа, вынудив Джулию пойти на крайние меры. Она открыто предложила заплатить за Дэнни ни много ни мало 150 тысяч долларов отступных. И Джулия заплатила. Одни смеялись над ней, другие, напротив, возмущались. Ее стали называть «дрянной девчонкой». Что она себе позволяет? Неужели она может себе купить все, что угодно, даже любовь? Но Джулия Робертс не обращала на это вообще никакого внимания. Журналисты предлагали свой вариант развития событий. Модр разведется с Робертс через короткое время и заставит ее обязательно платить ему алименты. У Дэнни действительно не было особых денег. И прежде он вполне довольствовался студийными заработками. Уходя от жены, он оставил ей дом. Купленный на свои первые гонорары в кино. Погрузил на мотоцикл лишь только спортивную сумку с личными вещами. А в сложившейся ситуации он действительно смахивал на Золушку. Встретившую прекрасного принца и переезжающую к нему во дворец. Этот союз в самом деле казался настоящим мезальянцем. Но, по сути дела говоря, они искренне любили друг друга. Они мечтали о семье, о детях. А на то, как оба выглядели со стороны в обществе, им было глубоко наплевать. Правда, стоит отметить, что именно в этот период времени в их отношениях произошло несчастье. Внезапно от инфаркта умирает мать Модера, Патриция. Она очень любила невеску Веру. А вот поведение Джулии называла просто оскорбительным. Вся семья Модеров, отец, мать, сестра и братья называли Джулию Робертс врагом номер один. Но не только Джулия была виновата в случившемся. Пресса на все лады смаковала подробности этого скандала. А Патриция воспринимала это слишком серьезно. Джулия старалась, как могла, загладить свою вину. И даже полностью оплатила похороны. Но душевная травма близких ее избранника еще долгое время давала о себе знать. Через год влюбленные сыграли свадьбу. Это случилось 4 июля 2002 года. Как раз в День независимости США. Свадьбу решили отметить на ранчо Джулии, в Нью-Мексико. Именно на этом ранче в последнее время она жила в гордом одиночестве. Гостей было совсем немного. Из знаменитостей молодоженов пришел поздравить только Брюс Виллис, который всегда считался ее преданным другом. О том, что актриса страдает болезнью Веры Льгофа, редкой болезнью крови, журналисты раструбили по обе стороны Атлантики. Рожать с такой болезнью – очень большой риск для жизни. Но 37-летняя Джулия, видимо, знала, что делает. Наступившую беременность пришлось прервать. Но Джулия предприняла еще одну попытку. Она прибегла к искусственному оплодотворению. Врачи предупреждали, что очередная беременность может привести к летальному исходу. Но Робертс не испугалась. Ей пришлось много времени провести в больницах. Роды были преждевременными, но все, слава Богу, закончилось благополучно. 28 ноября 2004 года, на 4 недели раньше, чем ожидалось, на свет появились здоровые двойняшки – Хейзел и Фениус Модер. А 18 июня 2007 в семье появился еще один малыш. Чудо природы назвали Генри. Рождение детей отнюдь не испортило внешности актрисы. И в 2010 году в 12-й раз ее признали самой красивой женщиной планеты. Она стала реже сниматься, утратив статус не только первой звезды Голливуда, но и главной истерички. С появлением детей ей все меньше хотелось выходить из дома. Она полностью ушла в тихое семейное счастье, свою благословенную идиллию, уютный и счастливый мир. Своих детей Джулия предпочитает воспитывать на ранче, вдали от глаз папарацци. Там же она самостоятельно выращивает овощи и продает их в соседние магазины. В своих интервью Робертс признается, что муж и дети – то, к чему она все годы стремилась. И теперь, наконец-то, она по-настоящему счастлива, как женщина. Кстати, всю свою семью Джулия приучила ходить босиком. Дело в том, что актриса исповедует индуизм. Поэтому со всей своей босоногой семьей она часто посещает индуистские храмы и святые места. С мужем они уже 15 лет, но стоит отметить, что в последнее время на горизонте их семейного счастья появились грозовые облака. Причина – очередное любовное увлечение нашей героини. Этим увлечением стал чрезвычайно популярный в США телеведущий Биар Гриллс. Эта новость возмутила Модера, мол, они все еще женаты и следует соблюдать хотя бы формальные приличия. Иначе получается, что он в глазах общественности выглядит как самый настоящий рогоносец. На что актриса резюмировала, что, дескать, супруг уже полгода как съехал из общего дома после размолвки, поэтому ничего удивительного, что она считает себя абсолютно свободной женщиной. Правда, перевез все свои вещи Модер в дом по соседству, чтобы иметь возможность в любое время видеть детей. Но это, как говорится, уже детали. Будет ли у этого нового романа продолжение, пока неизвестно. Но стоит сказать, что Биар-то все-таки женат, и причем он женат счастливо, в браке он уже 17 лет. Он воспитывает троих детей, поэтому возможно, что это очередное романтическое увлечение останется просто в памяти влюбленных. И тем не менее, размолвка с супругом отразилась на здоровье актрисы. Оно в последнее время значительно ухудшилось. И надо сказать, что внешняя актриса уже вовсе не похожа на ту красотку, которая стала кумиром для миллионов зрителей. Она почти ослепла на один глаз и вынуждена постоянно носить очки. Ее зрение настолько село, что она даже перестала садиться за руль. Серьезные изменения во внешности спровоцировали постоянные боли от артрита. Кроме того, она часто жалуется на боль в спине и мигрень. Все это последствия перенесенного в 80-х годах спинного менингита. Она сильно поправилась, набрав 20 с лишним килограммов. И друзья семьи утверждают, что Джулия Робертс просто заедает свое горе. Она изменила стиль в одежде. Потому что очень раньше любила носить шорты, джинсы, приталенные майки. Все это исчезло из гардероба. А в гардеробе появились напротив свободные черные платья. В каких-то вещах Джулия по сей день совсем не современная. По ее признанию, она не знает, что такое Твиттер или Фейсбук. Да, если честно, интернетом пользуется абсолютно неумело. Зато она владеет небольшой кинокомпанией и очень активно участвует в благотворительных акциях. И являясь активным участником ЮНИСЕФ. Относительно недавно известный парфюмерный бренд Ланком сделал Джулию своим лицом. В отличие от многих коллег, она скептически относится к пластической хирургии. И считает, что лицо человека отражает историю всего пережитого. И что ей очень трудно будет смотреть детям в глаза, если облик изменится под влиянием ботокса. Сейчас Джулия, конечно, зарабатывает уже не так много, как раньше. Но, если честно, по-прежнему входит в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Согласно опубликованным этим летом данным журнала Forbes, она со своими 12 миллионами долларов, заработанными за год, находится на восьмом месте в рейтинге актрис. Но при этом не стоит забывать, что Джулия трижды становилась рекордсменкой по женским гонорарам в Голливуде. Впервые ей удалось это в 91-м. Небывало ей по тем временам 7 миллионов долларов за фильм. После «Красотки» Роберт стала единственной актрисой, способной открыть фильм, то есть обеспечить картине первое место в рейтинге. За свадьбу моего лучшего друга ей заплатили 17 миллионов долларов. В 2000-м за Эрин Брокович уже 20. А гонорар за улыбку Монализы и вовсе стал легендарным. Джулия получила 25 миллионов за фильм. Всего же за счет Джулии Робертс в копилку американских киносетей легло свыше 2 миллиардов долларов. Ни одна актриса не может похвастаться такими достижениями. Так Джулия установила новую гонорарную сетку для актрис в Лос-Анджелесе. И именно ее должны благодарить современные кинодевы за равенство с мужчинами в оплате. А совсем недавно Джулия Робертс пополнила и без того внушительную копилку своих побед. В 2017 году авторитетный журнал People вновь назвал Джулию самой красивой женщиной планеты. И на мой взгляд это очень хороший подарок к ее 50-летию. Интересно, ведь она уже появлялась на обложке издания. И была признана самой красивой женщиной года, когда ей было 23 года. С тех пор, спустя 27 лет, нестареющая красавица доказала, что по-прежнему является невероятно привлекательной и востребованной в творческой индустрии. А ее состояние на сегодняшний день уже перевалило за 200 миллионов долларов. Став вновь самой красивой женщиной планеты, Джулия объявила войну лишним килограммом. Села на диету, исключила из рациона мучное, сладкое, жареное и полностью отказалась от мяса. Каждое утро звезды начинается теперь с пробежки, потом занятия аэробикой. А вечер она посвящает кикбоксингу. И это несмотря на периодически появляющиеся боли в спине. Помимо этого, Джулия много ездит верхом, катается на роликах и старается уделять время йоге. Признаться честно, хотя Джулии Робертс, конечно, и удалось завоевать вершину под названием Голливуд, актрисой голливудских стандартов она все-таки, как мне кажется, не стала. И если кто-то скажет, что Джулия Робертс красива, как богиня, тот, конечно же, польстит звезде. Но у нее есть свой шарм, у нее есть свое очарование, у нее есть фантастическое обаяние, о котором сегодня я так долго вам рассказывал. И, на мой взгляд, именно это обаяние является ее оружием, с помощью которого она уже давным-давно завоевала этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok